Всем привет! Добро пожаловать на канал Зобного Суслика! Разбирался тут с фантомами всякими, заколебался, потому что бабушка Уна не хочет получать свою арматическую посылку и вернулся к Рольду. У него в конце концов уже есть какой-то квест. Вы все еще на этом острове? Очень хорошо. Как ваши дела? Что интересного произошло? Расскажите обо всем. Ну, мы все еще исследуем это место. Ничего сногсшибательного. Правда? Ха-ха! Тогда не смею вас задерживать. Вообще-то у Паймана есть вопрос. Что ты делаешь здесь, Рольд? Я? Я просто собираю свои вещи и готовлюсь к отъезду. Туман здесь слишком причудливый. Стоит ненадолго зайти в него, а ты потеряешь дорогу. Не успеешь оглянуться, как окажешься там, откуда начал свой путь. Я забыл дорогу, которую Кама указал мне. Попытался найти местных жителей, которые могли бы мне указать путь, но не смог найти никакой дороги. Компас, тени на земле, ничто из этого не помогает определить направление. Я даже пытался использовать свои ботинки, но нет. Я не могу сделать ни шагу дальше в туман. Ботинки? Он имеет в виду, что использовал их в качестве путевых маркеров. Что? Ха-ха, не удивлён, что ты знаешь об этом способе, Кизап. Полагаю, ты хорошо знаком с маленькими хитростями искателей приключений. Тебе ещё многому предстоит научиться, Пайман. Пайман, ещё многому нужно научиться. Да ладно, это просто называется попробовать на авось. Пайман, не нужно этому учиться. В любом случае, мой прогресс исследований остановился. Если бы я привязал верёвку к ближайшему дереву, пытался пойти вперёд, крепко держась за другой её конец, я, вероятно, смог бы сделать ещё несколько попыток. А почему бы тебе не попробовать? Я использовал запасные ботинки, которые взял с собой, чтобы определить, где нахожусь. Э-э-э, очень жаль. И не говорите. Подождите, точно, я наконец вспомнил. Я хочу попросить вас кое о чём. Эй, хватит скакать туда-сюда. Я подумал, что ты собираешься укусить меня. Ха-ха, прошу прощения. Как вы знаете, у меня есть довольно постыдная привычка постоянно что-то забывать. Моя плохая память не раз играла со мной в злую шутку, особенно если учесть, что я искатель приключений. И одной из моих целей приезда на Осу Цуруми было собрать нечто известное, как светящиеся грибы. По словам Санго, эти грибы могут помочь улучшить память и снять нагрузку с мозга. Говорят, что они даже могут улучшить зрение. Последний раз, когда я приезжал сюда с Камой, я был так изобочен знакомством с местными жителями, с Тузо был собрать грибы. Я также не ожидал, что, приехав на остров в одиночку, столкнулись со столькими проблемами. Очень жаль. Так что, если вы планируете искать приключения в этой местности, не могли бы вы мне помочь собрать несколько этих светящихся грибов? Конечно, только не забудьте обо мне, когда придет время. Ха-ха, не переживайте, я точно не забуду. Так, и задание. Отдайте светящиеся грибы Рольду. В принципе, это задание открывается после... Трех дней из четырех, которые мы проходим данный остров. И грибы, вы точно собрали, не растут по всему острову. Так что, просто берем их и отдаем. Привет, Кьюзап, и тебе, летающая подруга. И тебе привет, забывашка. Меня зовут Паймон, понятно? Пай-мон, не надо забывать. Не забуду, Паймончик. Ты так просто дразнил, Паймон, где твои манеры? Знаешь что, Кьюзап, просто отдай ему те странные грибы. Паймон с ним больше не разговаривает. Ха-ха, ладно. Этого достаточно? Этого достаточно, спасибо вам. Кстати, сообщите мне, если найдете что-то... Что-нибудь рядом с церемониальным местом. Чуть не забыл, я полагаю, что у вас с собой фотокамера из фонтейна, верно? Это довольно дорогое устройство. Если позволяет бюджет, я обязательно куплю себе такую. Я слышал, как местные историки рассказывали, Что древние жители острова Цуруми с помощью красок Изображали на стенах пещер древнюю, ныне забытую историю. И что этим рисункам более тысячи лет. Во время моей предыдущей поездки сюда Мне удалось увидеть эти изображения при свете церемониального костра. Они занимали мои мысли в течение нескольких беспокойных ночей. И их действительно было трудно забыть. Я сомневаюсь, что кто-либо видел эти рисунки целиком. И если вы сможете принести доказательства их существования, Это, несомненно, станет большим прорывом для гильдии искателей приключений в исторической области. И если вы найдете эти легендарные рисунки, Сделайте как можно больше четких фотографий. Я куплю вас фотографии для своих дневников по справедливой цене в награду за ваш труд. Ну что, договорились? Конечно. Главное, чтобы ты не потерял дневник. Я постараюсь. Ха-ха-ха-ха. Сделайте снимки рисунков в руинах. А, это те рисунки, например, которые... Мы вот этих вот феечек, которые разлетались по вершинам гор. Потом там рисунки, где решение загадок с факелами. Ну что ж, отправляемся на пик Сирикора. Где-то здесь, по-моему, один был. Да, кстати, этот квест надо проходить после задания с жемчужинами. Ну не заданиями, а просто после того. Ссылка на это дело будет у вас в описании. Ну, в описании не уверен. В подсказке на экране точно. Или просто посмотрите на канале. Оно должно быть где-то рядом с этим видео. Так, а потому что вот здесь вот мы проламываем стену пёрдышком. И тут у нас... Их это... У нас... Где он? Вот этот рисунок. Похоже, на стене что-то нарисовано. Посмотрим поближе. Ммм, как раз вот с этой метки. Ну давай. Так, сделать фото. Камера установлена в правильном ракурсе. А, может мне повыше залезть? Ага, только с той точки надо. Так, сделать фото. Ммм, так, убрать персонажа. Ммм, так. Щелк. Отлично. Первый снимок готов. Остальные снимки у нас... Кстати, вот это, если что, решение... Вот этот рисунок был решением вот этой головоломки. Нужно какие-то там закрашенные звездочки, такие рисунки, такие факелы и зажигать. Так, следующий рисунок. В принципе, это вот три рисунка, которые именно с жемчужинами. Они находятся у нас вот в этой комнате. Так-с... Пора пощелкать. Так, так. Скрыть себя. Так, раз рисунок. Опа! Блин, случайно нажал. Так, скрыть себя. А можно без этого столба света, пожалуйста? Так, сохранить. И еще один рисунок. Так, сделать фото. Скрыть себя. Уберись вот эту вот фигню несчастную. Щелк. Отлично. Четыре рисунка готово. Следующий у нас был... Он тоже для решения головоломки с факелами. Находится вот здесь. И также закрашенными звездочками показывал, какие вот здесь вот... Эээ, Паймен тоже хочет попробовать себя вроде... В роли чего? Фотохудожника или чего? Ну, ладно. Так, скрыть себя. Щелк. Сохранить. Там, кстати, описание какое-то у этого есть. Конечно, вряд ли это когда-нибудь получится прочитать. Это, кстати, те символы, которые на камнях... Как же они называются? Наджа. Тот недавно читал, а уже вылетело из головы их название. Так, здесь у нас вот еще один рисунок. Он решение... В этом рисунке может доставать фотокамеру. Это у нас решение вот этой вот головоломки. А здесь есть такой момент. Если, насколько помню, сначала вот на этой птице... Вы нажмете, у вас появятся вон те факелы. А вот у этой птички, если вы используете перышко, появится кнопка, которая спустит воду уже вот здесь. Так, ну... Ладно, хватит болтать. Камера. Так, так. Щелк. Сохранить. Так, вернуться к Руэльду. Вот мы и встретились снова кьюзап. И... М? Могу я спросить, за сколько вы продадите свою летающую подругу? Мне кажется, она довольно интересная. Что? Светяющие грибы вроде помогали ему раньше. Да, точно. Причем мне кажется, что ему стало хуже. О чем вы говорите, а? Ха-ха-ха-ха-ха. М? Чего такое? Ха-ха-ха. Только посмотреть на свои лица. Ха-ха-ха-ха-ха. Ах, нет сил смеяться. Ой, Мариля. Прошу прощения за шутку. Ни разу не смешно. Наверное, это способ забывших людей выжить в этом мире. Хорошо, хорошо. Больше никаких шуток. Еще раз прошу прощения. Паймен думала, что всемирно известный искатель приключений будет более серьезным человеком. Ха-ха-ха. Возможно. Лучше не иметь убежденного мнения об искательских приключений. Гильдия известна как сборище чудаков. Я бы даже назвал себя самым нормальным из них. Нормальным тебя назвать сложно. Тем не менее, спасибо за грибы. Пока что их действие не очень заметно. Возможно, чтобы они подействовали, их нужно употреблять подольше. А может, они вообще не обладают лечебными свойствами. Но в любом случае, они очень вкусные. Нужно держать себя в руках и не съесть их все. Надо оставить немного для моего друга в Сумеру, чтобы он мог исследовать их лекарственные свойства. Мне кажется, ты просто забудешь об этом. Ладно, поговорим о деле. Вы уже начали искать рисунки? Да, уже закончили. Эти фотографии подойдут? Не могу выразить словами, как я вам благодарен. Именно так здесь благодарят. Не так ли? Давайте посмотрим. Интересно, очень интересно. Вы нашли еще какие-нибудь рисунки? Это все, что мы нашли. Тогда еще интереснее. Что это значит? Жители острова Цуруми поклонялись чудовищной птице, которая обладала силой электро. Их культура была сосредоточена вокруг ритуалов и церемоний, связанных с ней. Большинство людей, которые хоть немного разбираются в истории, не опровергают эту точку зрения. Но на представленных вами рисунках нет никаких признаков присутствия громовой птицы. Похоже, что люди поклонялись чему-то другому. Солнце, луна, звезды и какие-то странные символы. Что бы это ни было возможно, жители острова Цуруми уже достигли определенной степени развития цивилизации до пришествия громовой птицы. Кроме того, здесь изображен туман и лунный свет, звезды и тьма. Хм, я не могу объяснить это. Тебе лучше не думать слишком много, Руальд. Кто знает, как это может отразиться на твоей памяти? Простите, я так был поглощен своими мыслями, что забыл об вашем присутствии. Еще раз спасибо за ваши труды. Думаю, этого достаточно для написания моего следующего дневника. На случай, если он попадет в руки историков, я упомяну вас в разделе благодарностей. Думаю. Мне пора отчитаться перед гильдией. Простите за то, что отнял у вас столько времени. Надеюсь, мы еще встретимся. Какой занятой. Чуть не забыл. Есть еще одно дело. Ничего серьезного, но я надеюсь, что вы поможете мне присмотреть за одним человеком. Это тот ребенок, которым я упоминал ранее. Его зовут... Эмм... Как же его зовут? Ру! Его зовут Ру! В этот раз я принес ему угощение. Надеюсь, оно еще не испортилось. С момента моего прошлого приезда на остров, я все время думаю о нем. Ему должно быть непросто жить в таком опасном месте. Не смею больше отнимать ваше время. Давайте встретимся снова на следующем этапе наших путешествий. Кьюзап! К звездам и к безднам! Достижения выполнены... Так, какое... Какое достижение выполнено? Летопись Искателя Приключений. Помогите Роульду завершить дневник авантюриста. Отлично! Это я выполнил. Мне дали что-то... Так, ну-ка, включись. Рисунок с рельефом Ритуал в Тумане. И... Рисунок с рельефом Одиночество в Тумане. Ну, это в чайничек повесить на стену в доме, видимо. А это что? Дневник Роульда. Искатель Приключений. Остров Цуруми. Роульд! Блин! Ты опять забыл дневник. А? Он опять что-то обронил. Вот ведь! Но, с другой стороны, я записывал аудио только до девятого тома, включительно. Остров Рито и остров Цуруми я еще не записывал. Так что, есть темы для нового видео. Что сказать? Спасибо Роульду! И вам, друзья, спасибо, что досмотрели до этого места. Надеюсь, вы подпишетесь на канал и будете заходить еще на другие ролики. Большое вам спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok